Александр Мачкаев занимается с детьми уже много лет. Сначала долгое время работал тренером по лыжным гонкам, затем перешел в школу учителем физкультуры. Наконец, в этом году он присоединился к дружному коллективу спортивной школы ИКАР. Теперь Александр вместе с своей супругой, заслуженным тренером РФ Мариной Мачкаевой, готовит юных чемпионов на отделении легкой атлетики. Наша задача – упор делать. Я в первую очередь делаю не то, что результаты, а результаты само собой. Наша задача – в первую очередь воспитать здоровое поколение, которое будет ценить, любить и уважать взрослых. Ну а результат, он приложится, если есть трудолюбие. У Евгения Землянка за плечами полтора месяца работы тренером. Молодой человек приехал в наш город после того, как отучился на учителя физкультуры. У Евгения несколько команд футболистов. Он ведет занятия у семилетних малышей, которые делают первые шаги в спорте, и тренирует ребят 2013 года рождения. С 2015 годом мы собираемся пока что познакомиться. То есть вот я сейчас пришел, они тоже пришли, только начали заниматься и так далее. Вот поэтому у нас сейчас в основном это игры на развитие общих каких-то физических качеств. А насчет 2013 года у нас в скором будущем будут соревнования. Вот вроде бы в городе Саранск. Мы туда поедем, будем играть составом 6 плюс 1, то есть через полевых, 1 лотарь. Среди новых тренеров Икара титулованный спортсмен Максим Тарасов, чемпион мира и Европы по боям без правил, чемпион мира по панкратиону. Стены Икара для него родные. В детстве он тренировался здесь под руководством заслуженного тренера России Виталия Михайлова. Виталия Карловича уже нет с нами, но Максим в своей работе следует заветам наставника. Хоть коллектив большой, но все равно надо где-то индивидуальные моменты искать, потому что каждый спортсмен, каждый ребенок, он и по характеру, и по физическим возможностям, по координации, по скорости, все разные. Поэтому базу закладываем одинаковую, но потом, когда уже они переходят на определенный другой уровень, на другой этап, там уже индивидуально каждому, потому что каждый один и тот же прием все делают совершенно по-разному. Есть среди новых тренеров и девушка Анастасия Новгородова, обучая девочек черлидингу. Этот вид спорта совмещает в себе элементы акробатики, гимнастики и танца. Сейчас у Анастасии три группы детей от 6 до 14 лет. Самое главное в работе тренера, считает девушка, это любовь к детям. Взаимопонимание с родителями тоже очень важно. И умение преподнести себя правильно, чтобы дети тебя считали другом, наставником, а не просто, чтобы они на тренировку приходили с радостью. Как говорит Анастасия, интерес к черлидингу большой, группы переполнены, но в следующем году девушка планирует открыть еще одну. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Продолжение следует...